итак дорогие друзья представитель компании провектус сергей при аплодисменты всех приветствую здесь очень приятно за приглашение организатором меня зовут сергей брит я с компанией провекту с город одесса сегодня мы поговорим про селинит но не про сам селинитом противность про тот инструментарий который в него встроены встроен то есть это в принципе могут быть будут вернее отдельные продукты которые вы можете использовать от отдельно не приходя к селиниту но я покажу как ребята из селинита строили вовнутрь самого продукта немного про вектусе вот если вы не против я просто зачитаю провектус это идти компания с многолетним опытом в р.д. среди направления которые мы активно развиваем и достигли в них значительных успехов это искусственный интеллект и машин ленинг и все что к этому приводит миграция в облако и построение дата лейка наша цель на сегодня стать лидером сфере консалтинга в искусственном интеллекте наша миссия с помощью технологии искусственный интеллект улучшить мир для этого мы уже начали применять искусственный интеллект для распознавания болезней обеспечения безопасности работы на строительных объектах и других сферах у нас более 400 сотрудников на данный момент центральный офис находится в одессе есть также офис киеве и в казани и в компании существует множество возможностей для развития и обучения как технических скиллов являемся сертифицированными партнерами а в с и активно развиваем осам сообщества украине это такое маленькое покончили с рекламой это наша небольшая агента мы просмотрим так называемый веб драйвер менеджер рассмотрим встроенный прокси с одной из версии один из прокси заменили на другую но это один является форком другого боль любого автоматизатора это вот как скачать любой файлик вот как это все настроить это реальная боль поговорим чуть-чуть о коллекциях и о кастом их кондишенах но это именно относительно самого селенида потому что у них используется понятие condition для проверки каких-то условий или даже дар для дожитания каких-то условий немножко оселениде это фактически надстройка ли библиотека построенная на селении уме на последнем который существует третьем селении имеется ввиду хотя есть уже у них в репозитории есть возможность пощупать и 4 селению там есть веточка можете скачать посмотреть для чего была создана эта библиотека она была создана восемь лет тому назад или более того вроде бы так солнце говорил что там первый комит около восьми лет тому назад был для облегчения разработки самое интересное девелоперами автоматических тестов именно так звучало сначала но проект пошел в массы и люди заинтересовались и начали ребята активненько допиливать все это дело встраивать какие-то фичи какие-то интересности вкусности и в конечном итоге сейчас комьюнити довольно большая скачивание очень много усилени да и он просто-напросто автоматизирует как бы процесс написания ваших тестов юных то есть не затрагивают эту инфраструктуру которая рядом то есть вы не знаете как тот же самый драйвер там инициализируется вы не знаете ничего об этом то есть если показать проще то самый простой тест население у меня вот примерно так ой население прошу прощения примерно так вот выглядит то есть мы просто открываем какую-то страничку данном случае google и проверяем что там у нас есть элемент какой таки у него есть имя он должен быть видимый и вот такой элемент вот с таким айтишником должен быть тоже видимый то есть вот это и весь тест то есть принципе больше ничего не надо для того чтобы начать работу с селенидом ну кроме конечно небольшой штучки вы должны вы принципе делать и такой тенденции можно сделать с помощью град ла его то есть он все подтягивает и принципе все вот это дипенденции и как вы видели мы можем начинать спокойно запуститься по умолчанию chrome перейдет по этой страничке я показывать пока не буду это займет много времени вот так что возвращаемся сюда и сейчас мы просто-напросто поговорим о веб драйвер менеджере это такая штука библиотека она что она делает проверяет текущую версию вашего браузера который вы хотите запустить после этого она проверяет не установлен ли случаем у вас на машине веб драйвер который соответствует данному браузеру и после этого он если этого нет он обновляет драйвер и прописывать все нужные перемены помните как вот кто кто вообще занимался селениума кто тестирует население уме народу немного но объясню для того чтобы запустить любой тест вы должны физически скачать драйвер это такая проприетарная штука бинарник положить его где-то и в системы и при перед тем как запустить его вы должны указать в системной property там что-то вроде и драйвер . chrome . драйвер вы должны пропустить написать абсолютный путь к этому драйверу этому бинарник и только после этого у вас что-то запустится если вы этого не сделаете он умнется ой извини я не знаю и откажется так вот в драйвер менеджер как раз и занимаются вот этими штуками которые он автоматизирует процесс вообще работы с этим драйвером поэтому вы не паритесь об этом это можете сфоткать это как раз ссылка ну в конце у меня тоже есть ссылки not если хотите прямо сейчас там посмотреть их они мрай сейчас у них они сделали даже маленький сервер очек и вы по n point и просто-напросто дергаете коррест дергайте и он вам через этот пункт скачет и также есть кли инструмент который вы можете просто-напросто запускать если вам нужно в системе с помощью команд терминала ввести это все дело там на сайте данного на на сайте в гитхабе селению селению веб-драйвер менеджера они вот он так и лежит я мой маленький примерчик вам покажу у меня в системе на данный момент установлена 79 модель 8 модель 79 версия хрома всем видно прекрасно 79 хрома я прошу его в первом тесте запустить 80 вернее скачать под 80 во втором под 77 здесь по кэшики по почистил и скачивать 79 то есть чтоб она была и посмотрим по идее первый тест должен по сути завалиться так как у меня 79 80 по сути она должна как бы работать с ними но не работает и он ругается очень сильно тем более 77 тоже не потянет версия немножко выше хотя до 80 79 я подтягиваю все было хорошо то есть что сейчас будет происходить на данный момент вы сейчас увидите в в консоли выводом то есть как вы видите вот здесь строчка он пытается вот сохранить скачать вернее это сидела установить сделать но не смог сделать сессию так как у нас сообщение шло дисплещен хром он ли support хром версия 80 то есть как-то так библиотеку можно использовать отдельно вот вот таким вот выражением вы можете все установить для текущего вашего проекта и уйти от вот этого постоянного обновления веб-драйвера где-то у вас там он качает это все какие-то темпоральные папочки ложат прописывать на время сессии вашу вашу property и вы спокойно работаете селенеде это по умолчанию они вот взяли какой-то версии это все подтянули по умолчанию это все работает селенеде то есть вам не надо париться и вот это название вот именно что вы говорите open это по умолчанию буду говорить что пожалуйста запустил установку хром драйвера после этого запуститься драйвер и открой мне окошко браузера и я там куда-то хочу переходить он проверяет давай вернусь вот что он делает это шаги он вот так именно будет делать то есть он проверит какая сейчас версия установлена после этого он попытается подтянуть chrome драйвер если его нет он проверить если он после этого но подтягивают ложит у него там кэш есть свой и прописывать property все все это все чем он занимается не более того если что-то не так в ftp сервера где-то там что-то вот где он не может он так и сказать я не могу извини потому что он основывается над на именно на вот этих вот сервера где лежат уже выкачанная вот выкатанные скажем так версии драйвера с firefox он тоже но он ругается в консоль но на это можно не обращать внимание то такие вещи вот и ну нужно смотреть тоже на версиях firefox легко обновить до понизить версию отличие от хрома например его легко убить переустановить такое а при том что тут можно есть у тебя уже есть свой бинарник и на него можно указать вот у меня там бинарник лежит его подтягивает или где-то он там лежит ну и так далее то есть это есть возможность кстати да если вдруг вопросы задавайте но так теперь с веб-драйвер менеджером мы закончили если нет вопросов я продолжу встроенный прокси для чего это вообще надо было сделать солнце в свое время сказал мы решили проблему режима бога селениуме ну селениде то есть вы теперь можете с просеком работать с трафиком как хотите вы можете его читать можете вы не читать можете использовать его для других целей я покажу дальше ну и так далее так вот встроенный прокси до недавнего времени был браузером у прокси это такой хороший добротный продукт которому уже много лет и лет сколько пример столько же сколько и селениуму как таковому он очень активно тоже разве свое время он там застыл но потом начал активненько развиваться он дает широкие возможности для именно проксирования трафика которые происходят через селениум драйвер вы можете вот все что тут написано это реально можно сделать при том что вот тут мне нравится вот эта фразочка экспорт performance дайта и за харр файл харр файл вы наверное его встречали или нет никогда вот вы встречали его только вы не знаете что это так называлось в любом случае возьмите откройте дэв тулы зайдите на вкладку network прах походите чуть-чуть вам надо насыпят каких-то там сообщений нажмите правой кнопочкой там будет такая ссылочка сейв с харр харр это хипертекст архив это файл джейсон огромный такой туда записываться все то что вы хотели ему ну все что вы позволяете туда записывать фактически это описание вкладки нет сети существует очень много вьюверов даже google выпустила свой вьювер для анализа таких файлов для чего это нужно ну например вымеряйте перформанс на юае я делал когда-то доклад что можно с помощью вот например браузером у прокси и селениума не изменяя тестов просто-напросто ходить ну какие-то там тесты небольшие делать и хотите смотреть performance примерно замерять примерное время что происходит примерно я не говорю что точно примерно клиент отличается от трафика который бегает между клиентом и сервером обработка на клиенте с немножко другое время но они примерно сейчас одинаково вообще зачастую поэтому мы имеем какое-то представление во всяком случае в разрезе хуже лучше что случаясь по перформансу относительно клиента это есть такое теперь но сейчас встроенный прокси это браузера это форк браузер мог прокси они говорят что он намного умнее лучше и тогда ли там подобная принципе разницы не почувствовал но единственную фичу которой они выпилили из браузера по это сохранение как раз вот этого харфайла почему они это сделали не знаю есть на ту тикет мак трекера но такое вот здесь находится браузер мог кому нужно посмотрите очень достаточно интересно там очень подробная инструкция как это все подключает как это все вместе запускать как трафик этот читать и так дали тут подобно так фотки сделали и следующий браузер об он там рядышком они так говорят мы форк мы умнее как-то так они делают вот сейчас браузер апрокси это встроенный на как читать трафик по умолчанию вы запускаете тот же самый браузер браузер об прокси теперь вы говорите ему какой тип трафика вы будете читать например только хедеры или весь контент или бинарный контент или что-то еще после этого вы открываете так называемый хар это класс интересный куда записываются все логи которые происходят данный момент и то есть это как раз начало потом что-то там делать какие-то действия ходите по сайтам там моменты после этого вы завершаете и после этого можно сохранить файл файл это это с помощью браузером у прокси или что угодно сделать с вот этими логи им блогами которыми вы получили сейчас небольшая демонстрация я покажу два примера небольших это первый пример это мы используем браузер мог прокси как отдельный продукт и мы просто его подключаем на нашему силе не ду и второй пример это со встроенным но со странным как я уже сказал нельзя сохранить почему-то это фича не в данном примере все достаточно просто то есть мы порождаем before классе описываем все что мы хотим сделать вот здесь вот эти две строчки всем видно да я надеюсь это строчки которые говорят что мы будем читать все это будет потом мы ходим на вот сюда кто не знает это за интернет вы можете его паркануть и установить у себя там имени будет докер например в докере здесь что самое интересное что если нам открыть вкладочку networks то переходя на каждую из них мы получаем определенный код это нам важно просто генерится код если мы перейдем на например на 500 то нам и вернет 500 видите вот это бы хотелось проверить кто занимается автоматизация селением скажет даже есть логи на то в хроме на фига нам этот прокси хорошо firefox он ними таких логов то есть я видела это беда для них они не могут никак настроить вот работу напрямую как у хрома например с дефтулами ну нет возможности а возьмем такую беду и боль любого тестировщика и я например вот это уже версия вот она я не знаю как она с десятками у меня до сих пор обычный нет хотя вот я говорю что обычный будет еще долго жить уж там очень много продуктов заточен и бог с ними слава богу пусть почивают в бозе короче говоря да 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 для сля особо таких ух хотели так вот когда мы мы что мы сделаем тест просто напросто читает вот эту строку из реквеста и возвращает что мы перешли именно вот вот именно этот реквест нам нужен и смотрим на response от этого реквеста то есть мы проверяем просто-напросто что статус у нас тот который нужен то есть вот он писаться все это харфайлы я продемонстрирую давайте запустим для пущей уверенности я не сделан выводить строку выводить просто сообщение на какой уровень пошел и какой сон а стал статус и небольшие паузы делаю для того чтобы все это 2 вот он куда-то там пошел подождал чуть-чуть перешел обратно на следующий на 301 потом на 404 и на 500 как вы заметили я вы бы я показывал вам тест вот этот здесь нет клоуза никакого ничего он сам селенит сам делать это библиотека которая сделана для облегчения вам это не реклама это реклама вот теперь мы возьмем пойдем на харфювер любой он такого плана выглядит я сейчас покажу вам как выглядит любой ну например там что-то знакомая да и вы можете реально проконтролировать харфювере что случилось так он пишет пишет время показывает всякую штуку может статистику даже вам показать что куда обращалась все это записывается и записывается и запихивается в харфайл поэтому с ним довольно удобно работать если вы хотите с трафика мы делали такие фишки мы замеряли просто-напросто юайное время и давали результаты мы скармливали сервису сервис строил просто-напросто относительные графики прогонов то есть то чтобы вот как то так это выглядит то есть очень похоже на то что вы делаете в вкладке network при этом действительно 500 и ошибку он ее выловил и обработал мы сюда дошли и мы смогли поработать точно тоже можно делать с внутренним прокси только тут намного сейчас только тут немножко проще так как прокси встроенный и нам нужно всего-навсего сказать что мы будем работать с прокси это значит вы активировали прокси весь механизм запуском старт стопа и так далее он запрятан где-то там глубине и вас это никак касаться не должен это точно такой же механизм пока он не работает но он не сохранять никуда файл пока что они не придумали может придумают дальше это точно такой же тест только возвращаясь к нашим это всего-навсего пример как таким всем работать будет я так понял расшарена сама презентация так что можете ознакомиться я также дам ссылочку презентации на репозиторию можете зайти посмотреть итак download файлов заниматься вот кто автоматизировал тестирование и занимался download файл надо было скачать проверить что он там правильный и дальше пойти кто поднимите руку больно правда было поначалу ты по любому знаешь какие какие фишки когда вы пытаетесь автоматизировать этот процесс то зачастую возникает момент во первых нужно знать куда он качает это раз второе нужно настроить браузер стартануть так чтобы он не показывал вам вот это окошко хотите скачать или нет по умолчанию то это отдельная то есть нужно сказать ему как какой тип файла вы хотите качать и так далее там подобное там такая довольно хороший спагетти код добротный он был у всех вот в принципе одинаковый пальмень и лежал где там это отдельно для хрома отдельно для firefox а я не знаю не пробовался ену по ходу то же самое и отдельно для сафари то есть это вы все это описываете каждый раз отдель ребята решили эту проблему вот так при этом в последней версии 5.7.0 они добавили даже папочку download файл download называется туда будут падать эти файлы вы можете она она получается локальная для вашего проекта и туда будут все ссылочки вы оттуда можете брать все файлы которые скачали то есть все вот это и все что на вы находите элемент который соответствует этому понятию когда он лод который вот по нажатию на него что-то должно произойти должна активироваться должен активироваться процесс скачки файла и просто говорить о том лодз а вот этот метод ну сам со вас все сделают но вопрос в том что хорошо если это какая-то ссылка в которой есть называемый атрибут ссылка на файл и сам уже браузер любой он понимает что ему нужно скачать сформировать он скинуть а вдруг такого нет вдруг это какой-то скрипт то есть тут уже этот метод не подойдет если есть хребт без опять же таки возвращаемся к прокси q и прокси уже сам решает файл это или нет по определенным признакам то есть если вы хотите с помощью в оксе скачать то нужно сделать вот такие действия то есть просто на просто сказать что вы будете использовать прокси и файл download вы будете использовать тоже прокси для него и тоже 100 та же самая строчка будет у вас он возвращает вам ссылку на файл то есть уже на готовый файл с которым вы можете работать это физический файл скачан у него просто делается ссылочка следующий момент если вдруг у вас ну такая ситуация вот так получается что я на на проектах работаю с селсфорсом зачастую там по секундным соображением каким-то или по каким-то еще моментом нет такого понятия как вот скачать папку вот скачать файл например просто нажать на кнопку и это будет там уже сформированный файл нет вы нажимаете на кнопку запускается какой-то запрос он на лету формирует на лету в java скрипте формируется получается ссылка и на нее на лету как как бы кликается и все это все пропадает то есть реально в этой ссылке видеть не можете не сможете вы ее найти потому что это все происходит очень быстро соответственно приходит вот такой приходится писать вот такие штуки как интерсепторы это в браузер мупрокси есть такая штука это обработчик любого любого запроса или там квеста респонса который приходит вам через ваш проксик вы сами пишите этот интерсептор я мне нет к сожалению примера но другой пример я покажу вы пишите сам этот интерсептор и описывайте что вы будете делать именно этим запросам который будет удовлетворять вашим требованиям например там вы точно знаете что какие-то хедера у вас точно что-то будет файл или там джейсон или что-то еще и вы вот его обрабатываете и потом просто-напросто сами скидывайте на файл сохраняйте на файловую систему тот файл который вы качаете потому что вы точно уверены что это так ну что например тело вашего си си файла какого-нибудь может прийти в джейсоне в ответе и она будет один в один соответствует тому что происходит действие это такой пик то есть вам важен сам процесс да у лода тут нужно решить как он происходит или что файл скачался я думаю второе как бы так и то что скачалось вот то что вам пришло вам важнее нежели сам процесс как он происходит это делает браузер вам это делать не надо у меня была ситуация когда массово обдирал там опишку выдирал сервера кучу картина часть картина когда отдавалась со специфическим варнишь кэш проблема с этим призыв меня словами я вроде бы получаю тело тело не имеет отношения неправильные статусы не всегда это нормально и понятно вот ну вот этот сектор ты сам можешь в нем фильтровать те запросы которые тебе приходят по каким-то признакам игнорировать то что тебе не нужно хэдер боди все это полностью тебя приходит запрос который ты можешь обработать и сделать например если тебе приходит фотка какая-то она в 64 вот она пришла в теле тебе браузер знает что это бей 64 он не обработает правильный служит куда тебе надо ну то есть он лодит но когда ты это делаешь ты не можешь уловить куда она когда ушло и так далее там по ноте нужно дополнительный обработчик сделаешь интерцептор смотрит что это пришел тебе бы 64 перекодируешь из база 64 в нормальное что-то и сохраняешь его как тебе на интерцептора нужно понять что у тебя есть проблема как долго скажет что что-то пошло нет он ругнется он ругнется он именно ругнется то есть он сразу я не могу либо я не нашел что-то тут неправильно что-то мне пришло вот тут есть например момент когда у тебя вначале не стоит не вроде бы и шеф стоит но начали пишется блок а потом пишется вот что это будет какое-то ну бинарное значение тебе приходит по ссылке он не понимает и он теперь у него но дописав и вот при а в реальных условиях он ровнется реально он сказать я не могу скачать я не знаю тут неправильный хрэф какой-то вовсе и ты тогда добавляешь свой обработчик и спокойно делаешь то что тебе нужно тут тут не то что я хотел просто рассказать что с помощью данного метода решается достаточно большой большое количество проблем вот и упрощается это я уже показал это вот как с интерцепторами работать вы качаете куда-то добавляете интерцептор в начале когда работаете и после этого вы можете спокойно взять тот метод который допустим соответствует вам чтобы он вернул вам файл здесь последняя строчка нижняя именно в это вы просите это фактически это какой-то объект который работает рядышком там где-то вот то есть вот так примерно происходит все это могу показать небольшой пример если я не ошибаюсь если я не ошибаюсь вот здесь вот здесь и ссылочки 2 если их посмотреть за инспекте тих то это да есть хрэф но здесь нет то что это файл какой-то ну вообще его нет не существует такого понятия вот вот и все download текстусь это фактически java script который на лету формирует этот файл и качают и на нам нужно получить его контент вот его контент если вот просто скачать пальцами и посмотреть вот такой примерно если запустить этот тест то я здесь использую немножко нижней я здесь использую наш прокси download делаю файл download через прокси и просто говорю что мне нужно задаунлодить вот кликая на элемент линки которые с таким текстом и потом я получаю файл конечном итоге ссылочку и я его просто вывожу построчно как есть здесь он старается там они мне мнение последних листов он старается все-таки скачать тот файл который приходит каким-то параметр ты можешь сам сгенерировать он пытается вот как-то сформировать это бывает кракозяблый ну вот смотри видишь да вот пример вот то есть вот он вот вроде бы вот так смотрите этот текст то есть я получил правильный вот он накачал чего-то тут непонятного временного но вот он реальный наш контент который в конечном итоге был узнан признан и нам вернул именно вот этот файлик они какие-то там другие это временные штуки то есть их надо чистить периодически как то так то есть тут еще используется так называемый контент который указывает что это будет файл для скачки и что это будет текстовый например формат или что-то в этом роде то есть он прокси и встроенный тоже обращают внимание на эти все вещи коллекции как вы работаете вот скажите мне тех кто населением классическом селениями работы как вы работаете с коллекциями элементов и что ты делаешь потом то есть по сути вот такое что то верхняя строчка это то же самое что куча нижнего кода ну вот смотрите вот вот я вот грубо говоря гипотетическая наша верхняя строчка это гипотетическая коллекция зелените это два знака доллара либо если вы ищите через x-pass то это два знака доллара x вообще тут так вот сделали и вот мы гипотетически подаем ему какой-то то есть css локатор он возвращает нам коллекцию вот и нам нужны тексты просто получить из этой коллекции ну например у нас какой-то список и нам нужно просто вырезать и потом проверить что все хорошо вот это сверху вот строчечка это как раз вот туда вот буквально вот текст все а вот этот кусок это я извините я вот просто но как бы веб драйвера на это то же самое что мы скажем что это извлечение драйвера из зеленина не обращать внимание считать что он просто там chrome драйвер какой-нибудь и вот мы находим все элементы соответствующие вот этому css локатору после этого мы получаем на выходы лист элементов веб-элементов после этого мы пытаемся извлечь из этого текста который мы бежим по нему иперируем и вкидываем это все получается вот вот в какой-то вот текст вот текст или коллекцию с текстами вот так сверху это то же самое снизу это просто упрощенная форма с помощью стрима то есть тут в принципе то же самое то есть ребята из селенида они решили пойти немножко проще путем и дать возможность работать с коллекциями приятней другой вопрос например что вы делаете с коллекциями когда вам нужно зацертить каждый элемент не серьезно ну вот у тебя за ассертить ассерт поставить на каждый элемент ну вот у меня допустим куча каких-то текстов и там не от по-любому надо же входило слово там про вектус а вот примерно то же самое да ты делаешь фильтр где и зашла говорю сейчас заселению мы сейчас разовая то есть примерно то же самое да давайте вернемся вот вот так это примерно вот делается вот все линиде то есть нам нужно проверить что коллекция всегда например возвращается что количество ее всегда больше пяти вот это все линиде это приятно так работать пойти на первый на последний например почему бы нет нас нас это интересует при том что мы можем взять там есть еще метод вот первые три последние там 5 жили наоборот что-то такое сереньями ну там она тут один метод далее все за тебя все красиво сделали и все прекрасно работает то есть вы можете проверять что там действительно есть какой так зак вы можете ее фильтровать эту коллекции после этого находить какой-то элемент вы можете как угодно ее крутить то есть тут кондиции вот эти они как раз выполняют условия чтобы перепроверяете и ждете при этом то есть в данном случае вот вот этот шутков это не просто что он проверяет он еще и будет ждать чтобы размер нашей коллекции был более либо равен 5 какой-то промежуток время по умолчанию 4 секунды таймут вы можете выставлять отдел то есть как-то вот так а не знаю пример он просто выглядит что что-то здесь не так для дебану ты принципе знаешь где она упала для тебя тебе нужно ж не менеджменту никому именно тебе ты должен знать точно и он скажешь именно в этом месте у тебя упал и ты начнешь отталкиваться от того что у тебя что-то с условием не так с тайм аутами что-то не так не успела она обновиться что-то еще на медленных системах это раздражает на быстрых нормально быстро но медленно я имею ввиду это что-то вроде у целос форсом все очень а то можно поставить because объяснить что случилось например то есть такая штука еще но они ввели такую вещь объяснение вот этого падения это типа как вот в сердце стенджи пишешь акчел спектр и потом запятая какое-то объяснение если вдруг завалилась то же самое пикос да выдает потому что он раскручивает этот конечно дальше он пытается найти все реализованы эти моменты мы посмотрели мы поняли что за восемь лет все таки пришли такому короткому за короткой записи получение чего-то там из коллекции они вот это вот большое я никого не призываю переходить нас или нет просто смотрите сравнивайте сами и там уже решать и сами как это мы смол дэма это у нас по кастомным кондишеном как я рассказывал есть так называемый кондишен и вселенеде суть текста какая мы переходим на динамика контент к кнопку эту страничку и здесь мы должны проверить что вот этот что вот этот вот элемент зайдешь ником в атрибуте есть вот такое значение не что он равен а что он она есть что контент происходит то что есть конечно что он соответствует но нет на вхождение по моему же сделали если я не ошибаюсь отдельные кондишены но сам кондишен реализация идет вот здесь то есть это вы говорите что у тебя атрибут value будет вот так будет конечно называться как класс здесь будет атрибут имя и какой он должен включать значение в себя текстовое это все описательная часть честно говоря этот код я стырил вот я просто взял один из кондишен и подходящих мне по условию похоже и просто переделал под себя и как вы видите здесь у нас он вот из-за этого что мы а вера димут эти значения он и выводит все эти сообщения которые ты видишь в консоли вот именно вот из-за этого то есть мы их чел велью ту стринг это трибут вели так далее он это все выгребет когда будет падать и выведет все это в консоль все нужно нужно желательно описывать конечном итоге я написал просто-напросто static метод которые атрибут контейнс и могу его использовать вот выглядит красиво вы можете свои кондишен и просто-напросто развивать как хотите любую в любом то есть а тут может быть очень сложная какая-то логика зашито в вашем кондишене но она будет работать это бейтер может быть какой-то хитрый еще что-нибудь мне например приходилось описывать свой кондишен когда я ждал в момент когда что-то происходит мне надо было читать эти данные из и сохранять этот файл и вот я написал свой кондишен который это делает строчечка входит окрета вейд фортом муж какой-то конец пока она там не закончится и все но это вот в реальности она так выпить спускать не буду если захотите сами посмотрите на это сам зеленит заходите документация у них шикарная очень простая есть очень много ссылок есть телеграм-канал который указан на самом сайте селенида ребята в телеграм-канале достаточно вежливая то есть можете задавать любые вопросы они ответят да пойти шо пойти я миша нет нормально я убрал вот и теперь если есть вопросы пожалуйста задавайте с радостью отвечу смотри если относительно от раньше относительно классического селениума мне надо было описать какие-то методы которые возвращают true false еще какую-нибудь как у и потом ассерты кидать уже в тесте хорошо делать вроде бы правильно вот но тот же самый солнцев говорит нафиг эти все ассерты вот у меня с кондишен и вот использую и я в принципе не парюсь я просто даже дальше визибилити какого-то элемента либо там что-то еще делают и мало не предположим у вас есть главный метод и выделать объект этим он хорошо пищал и получая на видео не выяснилось на самом задании он получает у вас не главный метод я да например по реализовывать по ищу честно говоря мне как бы все равно где кидать я стараюсь поджоги как не использовать потому что они все-таки для тестов нужны ассерты а не для логики которая зашитом и джорчик я тебя правильно понял ну вообще вот и не возвращай какое-то значение из поджог дикта ассерт бросай в тесте так будет правильно и логично ты разорвал логику то есть ты ты не мешаешь не делаешь мешанину не делай такого пожалуйста я делал мне просто это не хорошо хорошо зачем ассерты если можно вы выкинуть какой-то exception если вдруг желательно не мешать потому что по умолчанию как бы тот же самый тест энджи у него скоб это тест если вы заметили да вообще ну как бы там она по идее она там и должно использоваться для меня как бы если мы уже коснулись темы придется кто-то для меня печальчик это всего лишь описательная часть того с чем я буду работать там нет сложной логики там есть все самое простое которое можно можно себе придумать клик взять значение что-то там листануть сделать спорк скролл еще чего-нибудь для того чтобы для более сильным бубу мощный логике я создаю какие-то библиотеки на основании этих поджоги и только потом я использую эти библиотеки для того чтобы делать что-то серьезно большие шаги потом в тест я вы закидывают эти вот шаги у меня полностью разделенная логика между тестами это тест они мне нерушима не раз написали все все остальное происходит в этой библиотеке в описании поджоги я там все изменяю ответственно не одинаково потому что они есть они существуют они описаны я их написал и все все хорошо работает все отлично есть вопросы еще из монотонщины ты не научишься к вообще никогда в жизни это я прошел этот этап к ты сидишь эти тесты прогоняешь один за другим и уже сто пятьсот раз это все дело но тем не менее это надо сделать для того чтобы выпустить нормальный продукт это монотонно это плохо поэтому я стал автоматизатором мне надоело вот это все 20 и все такое и ну как я экстравер сам по по сути вот я веселый чувак вот и я любитель пошутить и все такое но моей сфере тоже есть монотонность рутина есть борьба есть все что хочешь например сейчас с клиентами очень борюсь за то чтобы перейти на другое что более современные они не хотят а не 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 это все вокруг селениума только у них это все лучше с индусами работы вот это так шутки ради было сказано на самом деле там достаточно есть умные люди которые хотят этих изменений но не дают но экстраверту например ну как монотонность она должна быть и ты без этого никуда не уйдешь потому что все-таки qr работа зачастую бывает монотон если ты там поднимаешься выше по лесенке там и повеселее будет а так нет так монотонность и приходится себя уговаривать на это периодически приходится честно но потом переключается на что-то с кем-то поговорил пообщался пошел попил кофе я курящих курил вот все то есть вроде расслабился голова пришла порядок все начинаешь дальше работать переключаешься наверно вот так я спасать переключение большей части чё чё это всяко бывает да там вот и это тоже бывает вот такое что они там запрятали это так что вот она сверху не у меня все работает у меня тесты падают потому что селением он честный он не может кликнуть этот элемент уже поверх него какой-то дик наложили там лишь в этом роде кто тоже бывает придешь вот смотри у тебя здесь бага вот пожалуйста исправь делаешь тикет на много проворачивается мы тоже шутка из прибаутка никого с ума не свести себя сам я ответил супер еще вопросы у селенина он идеален он конфетка объясню тебе почему на сам паранцев это разработчик селениума вот он сам топит заселенит потому что пойми это не фреймворк библиотека которая работает со всеми живым языками спот ли нам что там еще у нас есть на на живем и со всеми потому что живем язык это на джаве написано у нее интерфейсы живешь на это есть любой живем язык поддерживает он хорош да в некоторых моментах он плох например работа вот стоит с этим прокси там и так далее то есть не совсем непонятно почему они перешли с того на этот так как этот я не вижу чего-то некоторых вещей не хватает чуть-чуть самую малость но в принципе он достаточно ты быстро можешь разрабатывать тесты очень быстро то есть это не то что опять же таки это не реклама это мой опыт я перевел полностью в свое время библиотеку которая работает с определенным продуктом населенит потому что он оказался легче реально восприятие вообще и там намного проще искать элементы переходить фильтровать и так далее селениуме это посложнее чуть-чуть реализован усили не мои другие вопросы решать они другие моменты проблемы это драйвер все-таки они какой-то тестовый фреймворк это драйвер банально с помощью которого ты можешь драйвить браузер не более того все то есть принципе это очень обратная библиотека есть кстати порт на пайта никто работает есть порт называется сели не хорошая библиотека кстати и и забросил забросил издатель но он возвращается обратно сейчас обратно они начнут работать и скорее всего они добавят очень много фич новых он сейчас набирать народ даже для тех кто это рапер без проблем я его поднимал для того чтобы например проверить windows 10 приложения использовал windows драйвер так называемый это он работает с веб-трайвером с интерфейсом веб-трайвера как ты знаешь любые любой любая реализация драйвер веб-трайвер селением веб-трайвер нужно реализовать один интерфейс веб-трайвер так вот api он реализует этот интерфейс веб-трайвер добавляя какие-то свои фичи и ты просто-напросто пишешь веб-трайвер рано . сет драйвер и туда скамливаешь порожденный тобою api он драйвер например вот это идеально даже больше тебе скажу один чувак при мне когда я выступал он после того как этого сидел он сел у так вот при мне маленький тест сразу же переписал населенит она заработала не это серьезно то есть это без всяких по началу тяжело потом намного легче потом она легче идет просто легче уже заходит ты знаешь точно как она должна работать и так далее то есть бывает такой что конструкции просто сбивает стол файл элемент а тут за тут в маленьком два доллара все туда или например поиск чего-то туда-сюда то что-то выделил а это все так строчечками тут 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 все линейте все до свидания она работает плюс еще автоматические вейтеры и так далее у него же нету и плитка это вообще не существует все линейте ну они выпилили это ненужная фича они сделали x-lip wait так называемый то есть они постоянно ожидают явно до четырех секунд там постоянно идет любой элемент который ты хочешь репать все равно будет ждать со что он может репнуть четыре секунды на него и только после этого на него ну либо меньше вот так работает или нет он постоянно ждет за тебя он сделал это для для вас чтобы вы могли спокойно наслаждаться автоматизация тестирования на java так ну все ну я думаю тайминг у нас поэтому давайте спасибо большое сергей аплодисменты компьютерная школа или учись ради мечты